Всем привет дорогие друзья, с вами я обычный эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о багах, которые встретились нам в iOS 13 Beta 4 Итак, пожалуй давайте начнем с того, что какие проблемы здесь случились Я себе здесь сделал заметочку и что у нас здесь за баги получились Вот первый баг это не загружается настройка Siri Переходим в настройки, переходим в Siri поиск, вот голос Siri и он не загружается Вот постоянно такое окно бестолковое и ничего с этим не можно поделать Дальше, то есть плохо работает Wi-Fi, но это же естественно уже из-за этого что-то постоянно не приходит, не обновляется Вылетает приложение фото, ВК или другие сторонние Показываю на примере фото, вот если мы зайдем в фото Вот сейчас я полностью выйду с него То есть этот баг будет работать, вот смотрите Захочу что-то перейти удалить, оно вылетает, еще раз Заходим, перейти что-нибудь посмотреть, удалить нет Но если мы откроем в горизонтальном режиме То есть не вертикально вот как бы, а вот так вот горизонтально, не оно все работает Вы можете все смотреть так же и лазить Вот, то есть такой баг в принципе решается Кому нужно полазить в фото, пожалуйста решайте эту проблему Следующее, это некорректно работает приложение WebStore Когда заходил в WebStore, что-то обновлял И как бы ничего с этого хорошего не получилось Некоторые приложения обновляются, некоторые нет Опять же это причина по Wi-Fi Быстро садится батарейка Да, это факт, она чуть быстрее садится Небольшая, то есть задержка идет фриз То есть вот с этого экрана пот, видите Вот какой-то маленький фризик есть А то и не маленький На виджеты Ну это такое, я думаю поправят Еще страшного в этом нет И идет задержка по игре Ну я играл в Subway Surf То есть тут где-то что-то подлагивало Я не знаю будет сейчас оно так или нет Посмотрим Пускай прогрузится, там будет видно То есть был такой изначальный фриз В начале как прогрузилось И при старте игры Не знаю будет сейчас ли Нет, сейчас нету Как видите этот фриз пропал Ну и все, там кто-то еще писал в принципе Что есть проблема по связке ключей То есть точнее по iCloud не делает резервную копию Но у меня в принципе все работает Тут никаких в принципе нареканий нет Ну а новшества Какие новшества То есть если мы вызываем Haptic Touch мы можем изменить порядок иконок Вот так вот Либо же просто потянуть и уже перемещать То есть изменив порядок Либо же мы так же вызываем и просто изменить нажать Это будет уже как удаление действовать И как перемещение Но будет более удобно сделать просто перетянув вот так вот вниз Свайпом Вот А чтобы удалить нужно еще дольше задержать Просто Чтобы Haptic Touch пропал и все остальное Вот то же самое Новшеств никаких особо нет Изменены какие-то шрифты Все так же это осталось И ничего особо нового здесь не добавили Не прилепили Вот и все Если у вас какие-то есть еще вопросы Баги То есть оставляйте комментарии Делитесь Но самый как по мне неудобный баг был Это с фото То есть в вертикальном режиме Он вот так вот вылетает Но уже после того как Мы в горизонтальный перешли То он уже не вылетает конечно Но Это было для меня очень неудобно Я хотел поудалять некоторые видео И все остальное Вот Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Прожимайте колокольчик Чтобы потом не пропускать мои новые видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok